Ну вот, казалось бы, что макивара скреплена не ровно, но для нанесения любой прямолинейной техники она абсолютно годится. Красная для отработки любопки абсолютно. Видите, не имеет значения. Если бы дерево было вот таким углом, макивар был скрепленен, на что можно было сбить немножко восходящей техники, можно было поработать эперкур, восходящей техники кокре, на кодаке восходящей, восходящей шуто, тыцуй. Тоже положительная. Была бы она под таким углом, что сверху можно сборачивать. Работали бы сверху тыцуй. Уракен бы поработали сверху. Кокен сверху поработали. Работали бы хайты сверху. Понимаете? Все это полезные нюансы. Ничто не мешает. Поэтому любую кривую дерево макивару можно спокойно закрепить. А демонтаж, ну, две секунды. Ру, конечно, минут, не больше. Может чуть больше. Один ремень. Даже смотаю. С камерой просто сядет. Осталось совсем немного времени. И поработать. Показывать, что все. Ну, может и съехать. Ну, конечно, лучше, чтобы оно не падало. Но если даже оно вдруг упадет, ничего страшнее не случится. Даже если оно упадет на бетон. А что будет с буратиной-то? Ничего страшного. Не приключится и не случится. А тем более, тут мягкая земля внизу. Никаких проблем. А так просто в кузове не прижмете. Снимите ремень. Все в порядке. Ну вот. И эта ручка, она не зря придумала. Держим за ручку. Держим за верхний край. Это если грязно было бы на улице. Постоять бы еще не нужно было бы. Закрыли. Ими. Все, ребята. Видите, насколько все просто и быстро крепится на любую кривоту. На любую дугу. А среди бамбуков, кстати, интересная тренировка. Ну, давайте. До встречи. Занимайтесь на макеваре. Везде можно с тобой таскать. Лучшие продадимые макевары в мире. Макевары в МВШ. Пока.